Добрый день, коллеги! Сегодня у нас вебинар на тему простые и сложные формы бюджета в рамках блока бюджетирования в 1С ERP. Вести его буду я, Константин Алексеев. Пару слов о себе. Больше семи лет занимаюсь автоматизацией финансовых блоков на торговых и производственных предприятиях, работал в предприятиях России, Белоруссии и Казахстана. В той или иной степени занимался остальными блоками продажи, закупки, производства, учет и так далее. Теперь пойдем по вебинару. Программа вебинара у нас такая небольшая. Это объекты бюджетирования, которые у нас есть в системе. Простые и сложные формы. Смотрите, простые и сложные формы бюджета. Возможно, название вебинара могло ввести в заблуждение. Имелись в виду не просто простые и сложные формы бюджетов, но и некий технический такой термин в ERP. Мы посмотрим, где это. То, что простые и сложные таблицы в структуре бюджета. Надеюсь, не обману ничьих ожиданий. Так, мы сделаем наш пример по бюджету. Мы сделаем несколько бюджетов в простых формах и в сложных формах. Мы затронем какие-то объекты системы. На экране вы видите все объекты системы бюджетирования, которые можно использовать. Мы сделаем простые формы, мы сделаем сложные формы. Теперь давайте к нашему примеру сразу пойдем. Ну, вот такую вот примерно формочку мы будем реализовывать. Она может быть разная. На одном из проектов Беларуси мне вот просили сделать форму, которую заказчик формирует каждую неделю. Суть этой формы была в том, что они видели каждую неделю данные по неделе. В этой же форме они видели месячные данные. В этой же форме они видели данные с начала квартала, планфакт, и с начала года. Вот такая вот большая форма, но она формировалась каждую неделю. В системе мы ее сделаем. Ну, мы сделаем месяц. Ну, вот у нас будут слева, это, наверное, аналог БДРа у нас будет. Вот доходы, прямые расходы, косвенные расходы, валовая прибыль, какая-то чистая прибыль, справочная информация. И у нас будет месяц. Вот эти вот мы сделаем на месяц план в сложной таблице, но при этом в нем будут данные за этот же квартал. С начала квартала нужно посмотреть данные. То есть, неважно на какой месяц мы формируем или неделю, да, то есть, если мы откроем вот так вот календарь. У нас 4 квартала. И вот нам нужен отчет, мы хотим формировать отчет, который мы сформируем в любой из месяцов, ну, в нашем случае это март. Любой из месяцов квартала, и он нам вытащит данные, в том числе, за весь квартал. И, допустим, мы хотим сформировать в этом отчете данные еще с начала года. То есть, мы, допустим, будем его формировать где-нибудь в августе, в августе, а у нас будут данные вытаскиваться за второй квартал, получается июль, август, сентябрь, третий, третий квартал, июль, август, сентябрь, и с начала года, с января. А еще мы хотим увидеть в этом плане данные оптимистичного сценария, пессимистичного сценария, ну, и факт какой-то. На факте мы сегодня акцентироваться не будем, потому что его настройки отличаются только на сценарий. Ну, то есть, разница в сценарии. Ну, и, соответственно, что нам нужно сегодня сделать? Мы сделаем простые бюджеты, чтобы наполнить данные, которые мы будем смотреть. То есть, нам нужен оптимистичный, пессимистичный сценарий, сделаем его за год. А потом посмотрим, как это выглядит уже в отчете. Вот мы сделаем простые формы по выручке, мы сделаем формы по себестоимости и расходам, а все остальное у нас будет считаться само. То есть, нам уже это делать не нужно. Коллеги, по записи, еще раз отвечаю, запись будет на нашем канале YouTube. Сможете зайти туда, посмотреть. Коллеги, по системе. Сегодня я использую систему версии 2.15.16.80. Свеженькая версия. На прошлой неделе скачал. Сразу скажу, на прошлой неделе у меня был вебинар по построению BDR в системе, поэтому какие-то вещи я буду пропускать. Не то, чтобы вы ничего не поймете, но что-то буду пропускать. Ссылку на этот вебинар я вам скину прямо сейчас в чат. Вот я ее скинул. Там я построил BDR месячный на простых таблицах. И все, можем начинать. Соответственно, нам нужно наполнить данными систему, чтобы потом с ней работать. Давайте сделаем бюджет. Бюджетирование, планирование, настройки и справочники. В силу того, что для нас основная вещь, это именно посмотреть, чем простые от сложных таблиц отличаются. Какие-то вещи я буду пропускать. Это не особо интересно смотреть. Так. Ну, пусть будет моя моделька за прошлый вебинар. Давайте нажмем создать. И, допустим, операционный бюджет по выручке. Так, давайте сегодня, как вот, 14-е число. Сегодня буду писать 14-е в начале. И, соответственно, что нам нужно сделать в этой форме? Ну, здесь больше ничего не будем делать. Это не особо принципиально. Да, не важно. Вот, переходим в структуру бюджета. И самое главное, что такое простые формы, что такое сложные формы? Есть вот здесь вот слева. Слева у нас элементы, которые мы можем использовать. Справа у нас сама структура бюджета, с которой мы уже работаем. Слева кратенько расскажу. Мы можем использовать всякие заголовки, тексты, статьи бюджетов, с которыми мы работаем. Показатели, производный показатель, нефинансовый показатель. Вот таблицу нашу. Измерения. Еще есть группы, формы. Мы посмотрим большинство из этого всего. Как формируется простая форма? Берем вот эту таблицу и левой кнопкой мыши зажимаем и перетягиваем. Здесь у нас появляются три варианта. Перетягиваем вправо. У нас появляются три варианта. Показатели в строках. Простая таблица с показателями и формулами в строках. Показатели в колонках. Простая таблица с показателями и формулами. И вот здесь как раз наша сложная таблица с произвольным исправлением показателей формы. Нам ничего сложного для того, чтобы наполнить базу, не нужно. Поэтому мы просто выбираем показатели в строках, так как это обычно и убирает. Нажимаем создать. Нам нужно сделать простенькую таблицу. У нас есть колонки, у нас есть строки, вот появились. Сверху нам нужно сделать месяца. Мы будем формировать по месяцам. Даже если это годовой план, то есть если бы мы делали это из годового плана, то мы, допустим, могли бы год поставить, потом сформировать месячный план. Но нам нужно просто добавить базу, заполнить сейчас базу, посмотреть, как простые формы делаются. Заходим в измерения, заходим в период, берем месяц и перетаскиваем в колонки. Период месяц, все периоды, добавить бюджет. Сейчас, секунду, коллеги. Так, добавили в бюджет. Теперь нам нужно в строки добавить что-то, чтобы ввести данные. У нас есть статьи. У нас есть наши статьи по выручке. Ну, давайте красненько все-таки покажу по статьям. Бюджетирование, планирование, настройки статьи. У нас есть статьи бюджетов. Это оборотная такая сущность, в котором мы можем, в рамках которого мы можем вводить какие-то данные. Ну вот, вот так выглядит список. Давайте откроем выручку. Вот так выглядит карточка статьи бюджетов. В итоге у нас есть шесть аналитик, которые мы можем использовать. Можем их добавить. В данном случае мы используем выручку с контрагентами и договорами. Здесь есть, здесь можно включить учет по количеству, учет по валюте. Ну и в принципе все, у нас особо больше ничего не интересует. В статье бюджетов есть связь с фактическими данными, есть связь с показателями. Сегодня мы с показателями ничего делать не будем, но с фактическими данными связь уже настроена, поэтому тоже акцентировать на этом внимание не буду. Переходим в наш бюджет. Мы хотим сделать бюджет по выручке. Берем выручку, вставляем. Ну и допустим я хочу еще добавить контрагента. Аналитика, контрагента. Вот, аналитика, у нас есть контрагент, тоже берем левой кнопкой мыши и перетягиваем в статью. Он нас спрашивает все добавлять. Я говорю, ну как бы фиксированный, но добавлять значение в экземпляр бюджета. Что эта кнопочка делает? Это значит, что я смогу в самом бюджете добавлять значения. И, то есть, не надо выводить все значения всех контрагентов. Я хочу сам добавить нужных мне контрагентов. Нажимаем добавить бюджет. Ну и, в принципе, все. Нажимаем записать. Наша простая форма, самая простая форма готова. Что здесь еще можно сделать? Можно сделать какое-то название таблицы. Вводить в отчет заголовок. Вводить в отчет заголовок группировки. Давайте вот назовем ее бюджет по выручке. Можно ввести какой-то комментарий. Ну, неважно какой. Вот так вот я напишу. Завершить редактирование. В принципе, у нас простая форма готова. Можно еще накидать какие-то там заголовки, нередактируемые тексты. Но нам сейчас все это не нужно. Поэтому мы просто пойдем дальше. Записать. Вот самая простая форма, которую можно сделать. Мы ее сделали. Можно проверить вид бюджета. Нашебок нет. Если у вас плоские таблицы, просто плоская таблица, вы, допустим, заполняете по выручке по контрагентам. Или вы заполняете по статьям расходов. Вы накидали сюда статьи расходов и заполнили. Вот все, что нужно сделать, чтобы просто зафиксировать данные в системе. Все, что нужно, мы сделали. У нас есть выручка, у нас есть период. Все. Мы можем их фиксировать. Давайте создадим бюджет. Создать экземпляр бюджета. Можно создать экземпляр бюджета отсюда. Можно бюджетирование, планирование экземпляра бюджетов. Можно нажать создать. Выбрать модель бюджетирования. Вот это, по-моему. Можно выбрать наш вид бюджета. Здесь мы можем выбрать какой-то сценарий. Давайте создадим новый сценарий. здесь ничего особенного мы не делаем сценарий в рамках которого мы будем вводить данные но у нас например будет сценарий немножко другой давайте оптимистичный оптимистичный сценарий и мы с ним будем работать записать закрыть мы его выбрали организации я всегда делаю на организации metal сервис вебинары но это не принципиально подразделение для нас тоже сейчас неважно но можно выбрать любое если мы перейдем сейчас бюджет нас только один месяц почему потому что у нас здесь выбран только один месяц если бы он был на год здесь автоматически можно было бы здесь автоматически встал бы год и мы могли бы выбрать только год давайте выберем год нам нужно наполнить базу за год бюджет у нас появились 12 месяцев давайте видим какие-то данные я нажимаю вот видите у нас выручка и контрагенты наши которые мы указали я могу два раза нажать нажать с три точечки выбрать контрагента какого-нибудь секунду коллеги оказывается звук не переключен был ну давайте какой-нибудь зоу свет и еще один прочий контрагент корпорация протон вот нам нужно просто заполнить данными давайте у нас данные будут допустим там по 10 миллионов на каждой компании что я могу сделать то есть не обязательно не обязательно вставлять в каждый период можно вставить допустим в эти две строчки а потом скопировать во все периоды все у нас заполнилось автоматически рассчиталась выручка принципе мы сделали все что хотели это наш оптимистичный сценарий мы оставим его так как есть переходим в вкладку основное и утверждаем бюджет утвердить провести закрыть то же самое давайте вот я кнопочкой скопировать сделаю этот же бюджет новый но я сделаю другой сценарий какой металл сценарий пессимистичный пессимистичным сценарем так пессимистичный сценарий по выручке а мы ничего не будем менять по выручке мы вот у нас оптимистичный пессимистичный сценарий по выручке будет одинаково хотя нет давайте другой сделаем давайте вот 7 миллионов будет вот 7 миллионов здесь 7 а здесь 8 такой вот у нас пести пессимистичный сценарий не скопировать во все периоды все вот вместо 20 будет 15 миллионов все утверждаем провести теперь нам нужны расходы в нашем бюджете те данные которые мы вводим это вот строчка выручки это вот строчка себестоимости если мы ее не рассчитали где-то в другом месте и общехозяйственные коммерческие расходы ну и все остальное рассчитывается соответственно давайте сделаем введем нам нужно ввести себестоимость и общехозяйственные коммерческие расходы нам нужно сделать бюджет такой же ну то есть на другие статьи давайте введем его создадим нажимаем создать jet расходов здесь я делаю все то же самое ничего сверхъестественного нового не появилось потому что почему потому что для системы статьи это всего лишь статьи то есть ничего сама система не видит в чем разница между какими-то статьями между статьями она не видит разницы поэтому перетаскиваем себестоимость что-то еще было хозяйственный коммерческий хозяйственные и коммерческие все еще одну простую форму мы сделали никаких аналитик вводить не будем это уже не интересно записать создаем бюджет тоже нам нужно оптимистичный пессимистичный сценарий оптимистичный допустим будет то же самое все все делая подразделения можно выбрать любой если у вас 10 разных подразделений соответственно у вас разные подразделения будут вводить на разные разные данные то есть Что это значит? У вас 10 разных подразделений, вы можете сделать одну единственную форму со статьями и сказать, вот вы просто здесь выбираете разные подразделения, вот так вот из структуры, и вводите свои данные. А в системе они уже зафиксируются по разным подразделениям, и вы сможете уже в каких-то отчетах или в каких-то бюджетах вытащить уже непосредственно по подразделениям эти данные. Извините. Вот. Нас интересует конкретная форма, поэтому мы не будем на этом останавливаться. Тоже делаем год. И бюджет, ну, допустим, типа 6 миллионов. 6 миллионов. Чтобы скопировать, нужно нажать Ctrl-Shift-C. То есть, если обычно Ctrl-C нужно нажать, то здесь Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V. Копируем все периоды. Это наш оптимистичный сценарий. Утверждаем. И, в принципе, нам нужен пессимистичный сценарий, но давайте мы предположим, что в нашем пессимистичном сценарии расходы те же самые, но вот не продали нужного количества товара. Мы себестоимость считаем, допустим, по произведенной продукции. Мы ее произведем, но не сможем продать. А общехозяйственные и коммерческие расходы останутся те же самые. Утверждаем. Все. Мы заполнили два сценария. По выручке и по расходам. То есть, у нас есть вот эти вот данные. У нас есть вот эти вот данные. Ну, то есть, плановые. У нас есть все эти данные за год. У нас есть вот все эти данные. Нам нужно сформировать бюджет. Но так, чтобы мы увидели... Так, чтобы мы увидели данные в конкретном месяце, в любом из месяцов. Мы сформировали на любой из месяцов отчет. И у нас вышли данные оптимистичного плана, пессимистичного плана. Какой-то факт может появиться. У нас данные плановые вышли с начала квартала и с начала года. Соответственно, как это можно сделать. Вот именно в какой-то простой форме это реализовать будет достаточно сложно. Если не сказать, что невозможно. Поэтому мы будем использовать сложную таблицу. Коллеги, секунду. Вот. Соответственно, нам нужно сделать вид бюджета. Но мы не будем его делать для ввода данных. Нам не нужно их вводить. То есть, нам нужно сформировать эти данные, именно чтобы они у нас появились и отображались. Нам нужно что-то вводить? Нет. Нам не нужно ничего вводить. Потому что вот этот план у нас уже есть. То есть, только если он не обновляется из месяца в месяц, но даже если он обновляется из месяца в месяц, все равно сначала берутся данные, все равно формируются сначала плановые данные, вводятся, и только после этого можно уже сформировать какие-то планфактные данные. Я здесь не указывал отклонения, потому что форма была бы слишком большая. Но мы сегодня тоже посмотрим отклонения, как посмотреть между двумя цифрами. Перейдем в систему и создадим новый вид бюджета. И, допустим, это будет у нас... Как это называется? Нет, ну пусть будет BDR. BDR. Сейчас, коллеги, секунду. Извините, телефон откликает. 14 BDR. Ну, будет, пусть будет на месяц. Здесь есть галочка «Ввод плановых данных». Мы убираем эту галочку. Нам не нужно вводить данные, нам нужно просто сформировать отчет. Вот, кстати, когда мы делали на предприятии вот этот отчет, сначала этот отчет делала моя коллега. Вот, она замучилась, конечно, его делать, искать какие-то решения именно вот в плане вытаскивания данных с начала квартала, в формируемом месяце, потому что отчет мы формируем все равно, когда мы формируем отчет, мы формируем его за конкретный месяц. Допустим, за март. Вот мы его сформировали, у нас даты в отчете стоят март. И технически система не понимает, что нужно вытащить данные. То есть, если сформировать отчет с начала года, то будут вытаскиваться все данные с начала года. А нам нужно было сформировать именно за конкретный месяц. Сначала было такое предложение, что вообще сформировать 12 разных отчетов. И в них настроить какие-то вещи. И в них настроить смещение периода. Это тоже можно сделать. Она, наверное, даже будет более стабильная. Но зачем нам 12 отчетов, если, в принципе, существует способ, как сделать один отчет. Давайте посмотрим, как это сделать. Вдр на месяц. Струб бюджета. И вот здесь мы уже будем формировать сложную таблицу. У нас есть таблица. Мы тоже ее перетягиваем. И здесь выбираем уже сложную таблицу с произвольным расположением показателей формы. Вот здесь, кстати, рисунок показывает, что здесь только, допустим, колонки. Здесь строки. А вот здесь прямо ячейки настраиваются. Создать таблицу. У нас есть колонки. У нас есть строки. Что мы делаем дальше? Давайте сначала сформируем вот эту вот часть. Простая такая вещь. Мы сформируем строки и группы. У нас, в принципе, вот смотрите, таблица и строки-колонки. То есть здесь мы не перетягиваем статьи. Допустим, статьи. Если я вот так вот сделаю выручку. Вот видите, он не перетягивается. Он не хочет перетягиваться, потому что это сложная таблица. У нее нету привязки именно к каким-то статьям. Ну вот здесь именно вот строки и колонки. Берем строки и перетаскиваем сюда три строки. То же самое, кстати, можно сделать, если вот здесь вот нажать, зажать Ctrl на клавиатуре и перетащить, допустим, вот сюда. Вот видите, она скопируется. А если вот так вот выделить еще четыре строки, Shift, и нажать Ctrl и перетянуть, то тоже можно скопировать. Это очень облегчает работу, когда очень много строк в сложных таблицах. Сейчас, секунду. Соответственно, нам пока нужны три строчки. Три. И мы что с ними делаем? Мы берем выручку. Я просто скопирую название. Ставлю название. Выручка, себестоимость... А, четыре строчки. Четыре строчки. Общехозяйственные. Коммерческие. Я нажимаю просто на строку. Здесь можно сделать название этой строки. Я Ctrl-V нажимаю, чтобы вставить. Ну, чтобы не тратить время на ввод данных. Ну, давайте здесь месяц вставим сверху. Вот аналитику, какую-то аналитику можно вставлять. Давайте мы сразу сделаем вот так вот месяц. Все периоды. Колонки. А вот здесь выручку мы ставим контрагентов. Так, контрагенты и выручку. Ну, давайте все значения напишем. Все. Давайте ничего не будем делать. Просто перетащим и все. Домавить. А, не хочет он. Сейчас. Не хочет он, потому что нету этих... Нет привязки. Потому что это отчет, а не ввод данных. Соответственно, у нас есть форма отчета. Мы ее сделали. Но смысл в том, что мы ничего не написали. То есть это строки. Это просто строки. Он не понимает, что нужно вытаскивать. Нам нужно настроить связь, что именно нужно вытаскивать. Нажимаем вот в эту колоночку. Настроить ячейки. У нас появляется такая форма, где вот здесь вот в красных колоночках нужно показать, нужно настроить ячейки. Сейчас, коллеги, секунду. Вот, вот так вот. Заходим. И нам нужно настроить эти ячейки. Вот если мы зайдем в WinBudget, в простой вид бюджетов, в бюджет по выручке, нажмем то же самое настройки оформления, сейчас и нажму, то здесь будет все заполнено. Видите, это простая таблица. Здесь тоже можно настроить какое-то оформление, но здесь данные уже, здесь уже скорректировать что-то нельзя. Прямо так существенно, видите. Он не даст. Ну вот, заходим в эти настройки ячейки и настраиваем выручка. Ну и у нас месяц. Заходим в выручку. Что мы хотим здесь видеть? Мы хотим видеть выручку. Соответственно, нам здесь, если мы вот так все сложим, видите, мы можем выбрать статьи, показатели, производные, показатели, нефинансовые показатели и редактируемые значения. Соответственно, что нам нужно? Мы хотим видеть нашу выручку. Ищем нашу статью выручки. Статья. Я помню, где она. Поэтому. Доходы и выручка. Все, мы поставили, что здесь будет просто отображаться выручка в этом месяце. А вот видите, вот здесь контрагенты. Если мы здесь ничего не поставим, то здесь ничего отображаться и не будет. Как нам нужно здесь ввести данные? Здесь, в принципе, те же самые данные. Чем они отличаются от этой строки? Ничем, только аналитикой. Мы берем вот так вот. Правой кнопкой нажимаем копировать и вставить в строчку по аналитике. Все. Здесь никаких других настроек нет. Мы просто выбрали статью. Ну, вот эту штуку мы посмотрим чуть позже. Мы просто выбрали статью, которая будет отображаться. У нас отчет, поэтому сейчас, в принципе, нам настройки никакие особо не нужны. Так, идем в себестоимость. В себестоимости делаем то же самое. Ищем нашу статью. Ну, то есть, со всеми статьями делаем то же самое. Находим нашу статью, выбираем, чтобы в рамках этой статьи все было. Чей-то общихозяйственное, общихозяйственное. И коммерческие последние. Можно было сразу все настроить, конечно, но тогда немножко будет непонятно, как это будет влиять на данные. Все, мы выбрали эти данные. Нажимаем завершить редактирование. Нажимаем записать. А, вот. Ошибка была в чем? Завершить редактирование. Галочку я не убрал. Я сказал, что надо ее убрать, и не убрал. Я думаю, что это не то. Я брал галочку, но по сути у нас ничего не изменилось. Видите? Здесь в чем гибкость механизма? В том, что если я что-то изменю, то он понимает, что вот я поменял эти данные. Видите? Все белое стало. Когда было зеленое, это в сложной таблице для ввода используется. А сейчас вот оно стало белое, потому что ему ничего не нужно вводить. Так, закрыть, да, закрыть. Записать. И вот проверить отчет мы можем. Ошибок нет. Посмотреть вид отчета. Вот у нас, видите, какие-то данные за март. Но это не тот сценарий. Не тот сценарий выбрался, поэтому... Какой у нас был оптимистичный? Вот оптимистичный сценарий. Пусть будет за март. Вот появились наши данные. Вот 10 миллионов. Если мы хотим пессимистичный сценарий посмотреть, вот пессимистичный 15 миллионов, мы будем отталкиваться от оптимистичного сценария. И мы можем здесь сформировать этот отчет не на конкретный месяц, а на год. За все 12 месяцев. Вот все наши данные. Но он правильно выбрал. За март. Мы будем смотреть за март. Потому что у нас задача сформировать этот отчет именно за конкретный месяц. Вот у нас аналитика, кстати, вышла по нашим контрагентам. И вот так вот выглядят те статьи, которые мы уже ввели. Поэтому давайте посмотрим, что нам нужно сделать дальше. То есть нам нужно сделать разделы. разделы для наших доходов, расходов. Нам нужно сделать формульные вот такие строчки. Ну, то есть есть маржинальная прибыль, нам нужно ее посчитать. У нас есть валовая, балансовая, чистая прибыль, нам нужно ее посчитать. И, соответственно, давайте посчитаем. Переходим в наш вид бюджета. Давайте первое, что мы делаем. Как это можно сделать? То есть, допустим, доходы или прямые расходы, или косвенные расходы вот с этими вкладками суммирующими. Можно сделать просто взять строку и вот так вот строка и перетянуть выручку в эту строку. Здесь можно переместить обратно вверх. И будет вроде как иерархия. А вот в этой строчке можно настроить какую-то сумму. Но это не обязательно. Это не самый удобный способ. Давайте вернемся назад. Это не самый удобный способ. У нас есть такой механизм, как группы и формула по группе. Мы перетаскиваем группу. Ну, в рамках выручки это будет не очень видно. Вот. Мы включаем в группу выручку. То есть, перетаскиваем выручку в группу. Перетаскиваем вверх. И вот здесь можем написать доходы. Доходы у нас. Доходы. Дальше нам нужно сделать раздел прямые расходы. То же самое. Берем группу. Прямые расходы. Что там было себе стоимость. Так. В строчках доходы у нас есть цифры. В строчках прямые расходы у нас тоже есть цифры. Как это сделать? Нужно в группу добавить формулу. Вот здесь формула. Перетягиваем ее в доходы. В нашу группу. Мы хотим, чтобы эта сумма... Ну, вот здесь конкретно сумма. Здесь можно выбрать несколько вариантов. Сумма, отклонения или что-то еще. Нас интересует сумма. Соответственно, если мы хотим, чтобы сумма была именно в доходах, перетаскиваем вверх. С прямыми расходами то же самое. Сумма вверх. Давайте посмотрим, что получилось. Кстати, надо посмотреть, что настройки ячейки, когда мы входим. Видите, что здесь появилось? Сумма. По сумме. Формула по группе. Мы не можем ее настраивать. Потому что ее и не нужно настраивать. Она сама все посчитает. По вот этой вот строчке группы мы тоже ничего не можем настраивать. Потому что эта группа, это вот именно элемент системы. Там не просто мы не можем ничего настраивать. Здесь и не нужно ничего настраивать. И самое главное, вот эти вот строчки наши по выручке, по себестоимости. Вот видите, я игрался там строчками, а они не изменились. То есть данные, формулы, данные источников данных для этих ячеек сохранили. Несмотря на то, что я их там передвигал, они все равно сохранились, как есть, как должны быть. Нажимаем еще раз записать. Переходим в наш бюджет. Мне не обязательно заходить в него заново. Я могу просто нажать сформировать. И у меня появились доходы с выручкой. Доходы с выручкой по контрагентам. Прямые расходы, как у меня было здесь. Доходы, прямые расходы. Следующее, что делаем, давайте сделаем... Ну, давайте косвенные расходы я доделаю. Косвенные расходы. Быстренько наделаю. Не хочу писать. Просто скопируем. Удобно, что из Excel тоже копируется. Название. Не обязательно все это тащить с собой. Вот, я доделал косвенные расходы. Появились? Появились. Вот у нас косвенные расходы. И вот сумма не передвинула. Вот, косвенные расходы. Вот у нас все суммы появились наши. У нас 6 миллионов себестоимости. 12 миллионов общехозяйственных коммерческих расходов. Косвенных расходов. Так, 12 плюс 6 это 18. 18, 20. Да, даже прибыль будет. Но мы пока не знаем, пока не рассчитали. Поэтому давайте рассчитаем. Нам нужно сделать первую строчку. Маржинальная прибыль. Маржинальная прибыль. Разность между доходами и прямыми расходами. Как это можно сделать? Мы можем добавить строчку. Опять же, можем добавить строчку. Давайте сделаем несколько способов и просто посмотрим, что это можно сделать. Маржинальная прибыль. Можем добавить строчку. Перетащить ее вот сюда. После прямых расходов она у нас. Заходим в настройки ячейки. Давайте я разверну. Давайте просто разверну. И нам нужно заполнить маржинальную прибыль. Как это можно сделать? Вот мы добавили строчку. Нам нужны доходы минус расходы. Нажимаем два раза. Здесь можно сделать производный показатель. Здесь именно производный показатель, который будет читать данные. Нажимаем производный показатель. У нас появляется вот такой вот окно с данными, которые мы можем использовать. Слева сверху это данные, которые мы можем использовать, статьи, показатели, нефинансовые показатели. Заметьте, здесь есть ячейки, таблицы, то есть нам не обязательно использовать какие-то данные из статей, показателей и так далее. Можем привязаться непосредственно к ячейкам таблиц. Слева, снизу у нас операторы, то есть это всякие плюсы, минусы, всякие функции, которые мы можем использовать. Вот условие – это аналог «если» в Excel. Справа, сверху – это операнты, которые мы будем использовать. Справа, операнты, в смысле, если бы мы сюда кинули статьи, мы бы использовали статьи, если бы мы куда-то сюда кинули ячейки, бы использовали бы ячейки. Формула – это непосредственно та формула, в которой мы будем смотреть все данные. Мы будем использовать ячейки, не будем ничего придумывать, просто возьмем ячейку и перетащим ее сразу в формулу. Можно перетащить оперант, можно перетащить сразу в формулу. Если вы перетаскиваете формулу, то в формуле она появляется. Давайте сначала в оперант посмотрим. Вот я перетащил в оперант, и появилась вот такая вот табличка. Откуда, то есть он спрашивает, откуда вообще взять эти данные. Мы не можем выбрать вот эти вот доходы. Почему? Потому что здесь нет данных никаких. То есть даже если мы выберем, там нет никаких данных именно технических. Нам нужно выбрать, вот видите, сумма. Мы можем выбрать сумму. Мы в принципе можем выбрать и выручку. Мы даже вот эту строку можем выбрать. Но правильно выбрать какую-то агрегирующую строку, которая будет уже считаться. Давайте формулу по группе. Вот эту вот строчку выберем. И после этого мы доходы перетаскиваем сюда, в формулу. Теперь нам нужны минус расходы. Я в принципе могу в формуле нажать минус. Я на клавиатуре могу нажать минус. Либо вот здесь вот этот значок перетащить. Теперь ячейку таблицы перетаскиваем прямо в формулу. Ну, то есть второй способ, как можно добавить. И выбираем прямые расходы, сумму по прямым расходам, которые мы выбирали. Еще раз, можно просто себестоимость выбрать. Вот, как выбирается, можно нажать кнопку выбрать, можно два раза нажать. Нажимаем два раза. Он нам составил формулу. В принципе, доходы минус расходы. Ну, ячейки так не называются, но это доходы минус расходы. Можем проверить формулу синтактических ошибок не обнаружено. Завершить редактирование. Завершить редактирование. Записать. Переходим в наш отчет. Сформировать. Видите, маржинальная прибыль. 20 минус 6. 14 миллионов. Ну, вроде похоже на правду. 14 миллионов. Она посчиталась на основании именно ячейок. Как еще можно это сделать в сложной таблице? Давайте мы же видим здесь производный показатель. Давайте просто перетащим производный показатель в строки. Вот видите, он не перетаскивается. Почему? Потому что сложная таблица. Ну, вот не хочет он перетаскиваться, к сожалению. А можно сделать по-другому. Можно сделать еще строку. Назвать ее так же. Давайте назовем ее так же. Ну, я вот так вот назову. Производный показатель. Перетащу туда же. Теперь в настройке ячейки. И я по-другому настрою производный показатель. Я захожу и тоже делаю производный показатель. Но я делаю здесь не на основании ячеек, которые мы уже сформировали. А на основании статей. У меня есть статьи. И я помню, что у меня вот выручка есть. Есть коммерческие расходы. Общехозяйственные себестоимости. Кстати, налог на прибыль надо было ввести. Перетаскиваем в операнды. Потом мы берем все эти операнды и кидаем в формулу. Можно было сразу перекинуть в формулу. Потом выручка, минус коммерческие расходы. А вот, кстати, это маржинальная прибыль. Это маржинальная прибыль. Я лишним кинул. Общехозяйственные нам не нужны. Нам нужны только себестоимость. Себестоимость составляем вот такую вот формулу. Но на основании данных, которые мы зафиксировали в системе. То есть он уже будет тянуть не данные, которые в отчете уже сформировались в отчете. И которые уже в ячейках есть в этом отчете. Нет. Он будет тянуть данные непосредственно из регистров бюджетирования по этим статьям. Завершить редактирование. Завершить. Записать. Еще раз переходим в наш БДР. Видите, разницы никакой. Вот разницы вроде никакой, но где-то это можно применить, а где-то нельзя применить. Потому что иногда встречается такая ситуация. Допустим, есть какая-то формула расчетная. Вот если для ввода данных использовать сложную таблицу. И возникает проблема с тем, что если производный показатель с расчетом по ячейке ссылается на другой производный показатель. И вы нажимаете кнопку заполнить, то может возникнуть проблема, что он не увидит цифры. Почему не увидит? Потому что он все рассчитывает в один момент. Ну, то есть, есть определенная последовательность расчета производных показателей, но она не такая, чтобы супер прозрачная. За ней надо следить. Здесь могут возникнуть проблемы. Поэтому иногда лучше ссылаться на первоначальные данные. Ну, и плюс это такая небольшая оптимизация, что мы не будем сначала ждать данные, когда они заполнятся в этой таблице. Мы сразу берем первоначальные данные. То есть, это более такой надежный способ. Но в данном случае, в нашем случае, это не особо большая разница. Давайте мы оставим один, вот этот второй. И завершаем. Так, соответственно, что нам нужно сделать дальше? Нам нужно валовую прибыль посчитать. Ну, валовая от баланса отличаться не будет. И давайте я просто сейчас накидаю строчки, нужные мне. Так, вот, валовая прибыль. Там, балансовая. Налог на прибыль. Вот, кстати, когда копирую из Excel, видите, вот этот значок копируется. Надо его удалять. К сожалению, есть вот такая вот проблема в 1С и в других системах. Ну, и в смысле, в других 1С системах тоже есть такая проблема. Допустим, в управлении холдинга есть прям такой механизм, как вставка данных. Но, ну, то есть этот механизм есть, но все равно, когда копируются данные, все равно идет проблема с этим. Да, все правильно, все правильно, да. Все равно идет с этим проблема, и все равно этот значок вот вставляется, видите. Вот эти две строчки я делать не буду сегодня. Ну, просто сделаем их, чтобы они были. Вот, распределенная прибыль. Эти две строчки мы делали бы, если бы использовали показатели. Показатели сегодня не будем использовать. Поэтому не будем их делать. Что у нас косвенные, валовая прибыль. Ну, и, в принципе, все по порядку идет. Теперь нужно нам все это настроить. Это не самая интересная часть, поэтому я, наверное, ее быстрее так пробегусь. Что здесь нужно сделать? Ну, соответственно, все нужно рассчитать. Делаем то же самое, что мы и делали. Берем наш производный показатель. Берем наши статьи, выручка, коммерческие расходы, общехозяйственная себестоимость. Все перетаскиваем. Все, выручка, минус, все остальное. Я минусы просто ставлю по формуле. Здесь не буду ничего придумывать. Здесь все то же самое. Налог на прибыль поставлю. Ну, какой-нибудь налог на прибыль поставлю. Чтобы он был, допустим, ячейка. Допустим, балансовая прибыль умножить на, ну, не знаю, 0,7. Ой, 0,07. Здесь, как правило, если нужны какие-то проценты, то лучше применять нефинансовые показатели. Ну, в данном случае мы поставим такой. Завершить чистая прибыль. Опять же, вот сейчас мы, кстати, можем посмотреть, как они сформируются по ячейкам. Потому что первый показатель по ячейкам, да, вот мы берем первый показатель по ячейкам, балансовая прибыль. Перетаскиваю я ее. А потом минус и еще одна ячейка. Это налог на прибыль. Вот они, в принципе, рассчитываются друг на основании друга. Будет ли ошибка здесь? Ну, здесь он не пишет, что будет ошибка. Есть ли ошибка? А вот будет ли ошибка в отчете? Давайте посмотрим. Рассчитает ли он эти данные? Видите, не рассчитал данные. Четко какая-то ошибка. Сейчас, секунду. Ну, я вижу, что ошибка не в этом. 0,07. А, наверное, вот так вот. Давайте посмотрим, правильно ли я предполагаю. Да. Здесь была проблема в том, что очень четко установлено, что не запятая, а точка должна быть после запятой. Вот. Ну, и видите, у нас появилось, что? Наши доходы 20 миллионов. Наши расходы. Наша маржинальная прибыль. Наши косвенные расходы. Вот он нам валовую посчитал. Вот он налог на прибыль посчитал. И чистую прибыль. Это оптимистичный сценарий. В принципе, мы можем сейчас посмотреть пессимистичный. Вот, видите, сразу минус пошел. Налог на прибыль. Какой налог на прибыль? У нас же минус. Какая прибыль? Вот. Но это не совсем правильная цифра, потому что налог на прибыль начисляется за предыдущий период. Вот. Поэтому здесь, ну, не будем сейчас акцентировать на это внимание. Надо было просто ввести одной цифрой. Так, оптимистичный. Сформировать. Мы сформировали бюджет. Вот эту вот часть плановую. Теперь нам нужно сформировать данные с начала квартала, с начала года и вообще вытащить два разных сценария. Давайте сделаем. Давайте начнем с квартала. Вот у нас есть сейчас марта. Мы хотим видеть цифры. Вот прям сначала я хочу видеть колоночку, чтобы там были данные с начала квартала вот этого месяца. То есть, если бы это был февраль, то это все равно с начала месяца. Ой, с начала квартал. Как это делается? Точнее, как это можно сделать? Если мы хотим ввести какую-то одну колонку, логичнее было бы предположить, что мы можем здесь вставить квартал. Но на самом деле нет. Потому что если мы вставим квартал, а вот здесь вот мы укажем в отчете конкретный месяц, то он вытащит нам данные только за конкретный месяц. Даже если мы поставили квартал. Поэтому что мы делаем? Мы берем таблицу, берем строку, перетаскиваем в колонку. Вот так вот колонку называем сначала квартал, план. Вот так вот назовем план. Завершить редактирование. Переходим в настроить ячейки. Видите, что у нас появилось? У нас в принципе эти строчки уже все есть. Нам нужно заполнить ненастоящие вот эти вот ячейки. Соответственно, как мы можем сделать? Можем настроить это заново. А можем просто взять вот так вот все эти строчки. Копировать. Вставить. Если мы просто вставим и оставим как есть, то что он сделает? Он просто отобразит данные за тот период, который мы поставим. А нам нужно сначала квартал. Здесь есть небольшая такая хитрость. Нажимаем выручку. Ну, не хитрость, просто такая техническая возможность. Нажимаем смещение и границы данных. Вот видите, мы нажали. Вот эта карточка той ячейки, которую мы настраиваем. Здесь можно настроить отборы какие-то. Здесь есть вот эти вот три сквозные аналитики. Сценарий, организация, подразделение. Но, в принципе, можно и другие аналитики настраивать. Другие возможные аналитики. Сейчас, секунду. Продолжим. Ну, и, соответственно, вот в этой карточке можно в том числе выбрать, допустим, какой показатель мы используем, если есть количественные показатели. Но нас интересует смещение границы данных. Смещение границы данных. Здесь, кстати, вот эту саму цифру можно сделать еще обратным знаком. То есть, если бы мы считали какой-нибудь прогнозный баланс и считали в плюсе, в положительных значениях, то можно было бы вывести в минусе. Нажимая смещение границ, у нас выходит вот такое вот поле, где есть границы данных. Здесь по умолчанию период бюджета. То есть, как мы поставили вот в период бюджета, он будет смотреть в период бюджета. А нам для нашей настройки нужно произвольно период. Нажимаем. И нам нужно скорректировать именно начало периода данных, чтобы он брал не начало периода данных отчета, который мы нажали. А начало периода данных бралось от начала квартал. Нажимаем на эту кнопочку. У нас уходит вот такое поле. Вот такое. Слева сверху у нас дата для расчета. Справа сверху у нас всякие операторы и функции. А снизу формула, которая будет считаться. Сразу скажу, то есть, я не программист. Это не касается какого-то программирования. Это вот в новых, ну, последнее уже какое-то время. Это пользовательский интерфейс. Пользователь может все это сам настраивать. Нужны ли знания какие-то программирования? Ну, вот я, как человек, который в конфигуратор не заходит, в принципе, могу сказать, что я могу это настроить. Поэтому не обязательно знать, как программировать 1С, чтобы это настроить. Но интерфейс вот этой формулы, как таковой, это именно почти 100% это код программирования 1С. Что мы делаем? Я могу удалить это все. И нам нужен квартал. У нас есть функция. Начало квартал. Мы ее перетаскиваем. Вот, начало квартала, я ее просто перетаскиваю. Вот. Если нажму проверить формулу, он напишет, что ошибка. Почему? Он ни к чему не привязан. Вот здесь вот до первой запятой нужно перетащить вот это начало периода данных. Просто я выделяю и перетаскиваю. Нажимаем проверить формулу. Видите, формулы ошибок нет. Ну, здесь написано формуле ошибок нет. Все. Мы, в принципе, настроили. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вроде не так сложно, но решает очень большую проблему. То есть, мы вытаскиваем данные не просто из периода формирования отчета. Мы вытаскиваем данные из фиксированного периода. То есть, у нас есть квартал, а мы вытаскиваем данные именно из квартала, к которому относится этот месяц. Ну, есть другие периоды тоже. Сохранить и закрыть. Здесь завершить редактирование, завершить редактирование, завершить редактирование. Посмотрим, получилось, нет? Давайте сформировать. Вот, видите, выручка сформировалась. 60 миллионов. Вот у нас за три месяца сначала квартал 60 миллионов. А если мы за февраль сделаем? Выбрать, сформировать. 40 миллионов. Да, он тянет сначала квартал. Отлично. Давайте мы на март вернемся и настроим все остальное. Переходим настроить ячейку. Вот во вторую с контрагентами. Мне не нужно уже ничего делать. Я просто копирую, вставляю. Вот здесь делаю то же самое. Копировать. Ой. Вставить. Мне не обязательно копировать, вставлять по одной ячейке. Просто я делаю это, чтобы не путаться. Скажем так. Здесь делаю то же самое по себестоимости. Вот здесь, если вы делаете много-много ячеек, то здесь самое главное это не ошибиться. Потому что если подряд делать, то могут возникнуть проблемы. Здесь вот, например, производный показатель. Производный показатель вставить. А какой мы производный показатель выбирали? Который, видите, с выручкой и себестоимостью. А вот если нам теперь делать это каждый раз. Вот это не совсем удобно. Потому что нужно будет в каждом вот этом операнде зайти и настроить вот такую формулу. Давайте изменим. Давайте просто сделаем по ячейкам. Чистить. Очистить. В чем вот плюс уже, видите, способа подсчета по ячейкам. Что у нас было? Наверное, прибыль, доход, доход. Вот. Доход. Минус. Прямый расход. В чем плюс? Я могу просто скопировать. Вот так вот копировать и вставить. Кстати, когда он будет копироваться, вот расчеты по ячейкам. Мы же его скопировали. Будет ли он копировать ячейки? Видите, он другую колонку взял для расчета, другую ячейку. То есть, когда я скопировал производный показатель, в котором расчет идет по ячейкам, он переделал формулу сам и вставил именно ту ячейку, которая мне нужна. Вот. Соответственно, делаем то же самое с статьями нашими. Вставить. Ну, просто чтобы уже закончить. И начало периода. Завершить. Завершить. Ну, и последняя наша статья. Тоже вставить. Смещение. Произвольные данные. Начало. То есть, такая немножко нудная работа. Но здесь именно, когда много-много данных, это очень важно. Когда сложная именно форма. Вот эти производные показатели у нас пошли. У нас производные показатели. Допустим, вот видите, здесь опять выручка, коммерческие расходы, общехозяйственные. Вот это вот то же самое. Вот это вот по ячейкам. Вот это вот по ячейкам. Вот тоже, ну, не совсем, наверное, удобно это. Давайте очистим и сделаем просто по ячейкам. Чтобы не делать это два раза. Так. Соответственно. Что это было там? Валовая прибыль. Ну, кстати, валовая прибыль. Мы можем ставить не полностью все расходы. Мы же маржинальную посчитали уже. Давайте мы возьмем вот так вот. Маржинальную. Вот. Маржинальная прибыль. И минус. Минус косвенные расходы. Тоже есть у нас формула. Завершить. Копировать. Вставить. Вот сюда я вставить не могу. Потому что если я вставлю, он, скорее всего, сделает ошибку. Да. Вот видите, он переделал формулу. Когда копируешь с одной ячейки на другую, он в данном случае, как Excel, начинает переделывать формулу. Это не очень удобно. Но это удобно слева направо. То есть в горизонтали это удобно, а вот в вертикали не всегда. Опять же. Что мы делаем? Маржинальная прибыль. Минус. Еще одна ячейка. И на искусственные расходы. Завершить. Копировать. Вставить. Ну и вот здесь у меня расчеты по ячейкам. По формулам. Здесь ничего не будем делать. Завершить. Записать. Проверить. Проверять каждый раз не обязательно. Но просто для спокойствия души. Сформировать. Вот у нас получились данные. Сначала квартал. Видите, на 60 миллионов. 18 миллионов мы видим. Ну, одинаковые цифры были. Поэтому мы видим. 18 миллионов прямых расходов. Косвенные расходы 36 миллионов. И вот идет 6, 6, 425, 580. Если бы были разные цифры в месяцах, как это обычно бывает, то были бы не супер сходящиеся цифры. Опять же, давайте возьмем февраль. Почему февраль беру? Ну, чтобы цифры были не суммирующие. Вот видите, тоже все он посчитал. Он считает все равно с начала квартала. Вот мы посчитали с начала квартала. Какой у нас следующий шаг? С начала года посчитать. Здесь я немножко пропущу работу. Потому что слишком много нам будет сделать. Потому что я просто сделаю без каких-то больших комментариев. Но здесь будет, здесь есть одна особенность. С начала года. Переходим в настройки ячейки. Вроде бы то же самое. Вот. То есть мы, в принципе, можем все это вот так вот скопировать, вставить. Тоже вот скопировать. Вставить. Скопировать. Вставить. Есть одна особенность. Какая? То есть если мы нажмем сейчас установлен границы периода. Он заточен на квартал. То есть мы скопировали. У нас есть начало года. Опять же, делаем то же самое, что и делали. Вот так вот. Начало года. Вставить. И вот здесь вот первая запятая. Начало периода данных. Но если мы нажмем проверить формулу, он напишет нам, что есть ошибка. Я, еще раз, я не программист. Я не знаю, в чем ошибка. Но я знаю, что если убрать вот эту вот единичку в конце и проверить формулу, то он напишет, что ошибок нет. И посчитает, как нужно. Нажимаем сохранить, закрыть. Завершить. Завершить. Все то же самое для остальных ячеек. Я просто скопировал из первого варианта и буду вставлять. То есть у меня тут нету никаких особенностей. Я буду просто вставлять эту формулу. Главное не забыть, что ты ее вставляешь и не копируешь. Иначе потом это все делать заново. Я закрываю ячейки, просто для информации. Я нажимаю Ctrl, Enter. И он закрывает, он нажимает кнопку завершить редактирование. Нажимаем завершить редактирование. Записать. Переходим опять в наш бюджет. Сформировать. Ну, здесь мы ничего не увидим, потому что март. А давайте мы нажмем, допустим, какой-нибудь май. Сформировать. И вот видите, что мы видим. Мы видим май. За конкретный месяц данные. Мы видим данные с начала этого второго квартала. в который входит май. Вот 40 миллионов. И мы видим данные с начала года. То есть по 20 миллионов за 5 месяцев. Вот 100 миллионов. И мы видим данные с начала года. Это плановые данные. Что мы можем делать следующее? Так, давайте мы закончим с плановыми данными. Потом посмотрим факт. Теперь с плановыми данными. А я еще хочу видеть. Вот там эти оптимистичные, пессимистичные сценарии. Прямо здесь. Прямо в этих данных. Переходим в вид бюджета. В принципе, можно перетащить в колонку сценарий. То есть можно попробовать так перетащить сценарий. И выбрать два наших сценария. Вот оптимистичный, пессимистичный сценарий. Вот так вот добавить. И потом сидеть, настраивать, как они будут отображаться. Но это не совсем удобно. Почему? Потому что если мы здесь сверху в колонках выберем сценарий. То у нас вот здесь пропадет вот эта возможность выбора сценария. Скажем так. Поэтому такого лучше не делать. То есть мы потеряем контролируемость вот этого отчета. Как можно сделать? Можно опять же перетащить строку. Сделать их две. Давайте оптимистичные. И пессимистичные. Переходим на настройки ячейки. Ну то есть мы просто поставили, что после месяца у нас будет оптимистичный, пессимистичный. Настройки ячейки. И мы хотим... Здесь зависит уже от нас. Что мы хотим вывести? Мы хотим вывести те же самые месячные данные? Или мы хотим вообще там сначала квартал что-то вывести? Здесь уже зависит от вашего пожелания, что именно вы захотите вывести. Давайте выведем просто месячные данные статьи. И допустим берем вот так вот копировать, вставить, копировать, вставить. И вот так вот я все копирую и вставляю. Теперь перехожу вот в эти ячейки, где у меня статьи выбраны. Я захожу сюда. Мне нужно выбрать здесь конкретный сценарий. Я нажимаю вот это определить в дополнительном отборе. И нажимаю, что это будет оптимистичный сценарий. Это немножко нелогично. Нажимаю завершить редактирование. Это немножко нелогично с точки зрения отчета, потому что мы оптимистичный сценарий уже используем. Уже используем в середине месяца. Ну то есть в самом месяце. И поэтому возникает вопрос, а зачем нам вообще вводить еще раз этот сценарий. Но просто конкретно, чтобы показать, что это можно сделать. Если у вас есть не два сценария, а три сценария. Почему бы и нет? Вы видите один сценарий какой-то усредненный, реалистичный. А потом вы видите еще оптимистичный, пессимистичный сценарий. Можно так сделать. Что дальше делаем? Мы просто берем вот так вот и снова копировать, вставить. Копировать, вставить. Здесь все то же самое. Копировать, вставить. Но это пессимистичный сценарий. Поэтому мы нажимаем на каждую выручку, на каждую ячейку. И нажимаем здесь пессимистичный сценарий. То есть, у нас там отображался оптимистичный, здесь пессимистичный. Еще раз, можно сделать так. Можно сделать так, чтобы, вот как я показывал, просто выбрать сценарий и закинуть сюда именно вот эти данные. Тогда будут отображаться именно те сценарии, которые мы выбрали в колонках. Тогда будет так. Но это не совсем удобно. Мы можем записать, можем проверить. Есть ошибки? Нет ошибок. Смотрим, что получилось. Выбрать. Вот видите, у нас сохранился, вот я даже могу перезайти, посмотреть. Видите, у меня сохранился сценарий. Я все еще могу его здесь выбрать. И у меня данные за этот месяц, у меня данные с начала квартала, с начала года. У меня оптимистичный сценарий, пессимистичный сценарий. То есть, все данные, которые вообще можно вытащить, я вот здесь вытащил. Все, что захотел. Я вижу, что в этом сценарии вот оптимистичный, ну если бы их было три, допустим, сценария, мы бы увидели, что в оптимистичном было так, в пессимистичном вот минус. У нас минуса нет. Теперь про факт. Про план факт. Про план факт и отклонения. Мы можем сделать следующее. Опять же, есть сценарий. Мы в принципе могли перетащить фактический сценарий туда и накидать данных и копировать. Так вот тоже можно. То есть, мы могли что сделать? Могли здесь вот сделать какой-то оптимистичный сценарий и вытаскивать там его данные. А могли вот здесь вот просто копировать данные. А вот здесь мы могли те же самые данные сделать, но с другим сценарием. Могли так сделать. Ну вот, как пошли делать, так уже будем делать. Теперь я хочу увидеть факт. Я беру строки, колонки. Так, а я не буду делать. Тут есть у меня месяц. Зачем мне что-то делать? Я в месяц, ну в принципе, да, пусть будет месяц. Но это будет на разном уровне немножко. Надеюсь, у меня там ничего не слетело. Давайте я вот так вот сделаю. Я сделаю период. Еще один месяц. Добавить. Есть ошибки? Нет. Вот он нам позволяет это сделать. Я могу зайти в месяц. Допустим, вот так написать. Лан. А вот здесь я могу написать. Факт. Факт. Переходим в настройки. Видите, у нас в плане все сохранилось. А я хочу видеть здесь факт. Но при этом, чтобы у меня там все было так же, как изначально. То же самое делаем. Копировать, вставить, копировать, вставить. Когда знаешь, как это сделать, это уже как-то побыстрее происходит. Когда вот первый раз там, допустим, мы все это делаешь, то это как-то странно. Это, ну, долго происходит. Когда руку набьешь, то это все быстрее. Что здесь выбираем? Нам нужны фактические данные. Есть такой сценарий. Фактические данные. Вот если мы его здесь выберем, будут вытаскиваться фактические данные. Давайте я сначала все это сделаю. Потом вернусь к настройке. Как это все убирается. Как-то все настраивается. Мы не будем смотреть все, какие-то все данные по сценариям. Мы посмотрим только по, ну, по выручке. Там есть какие-то цифры. Мы посмотрим только настройку. Ну, то есть, в принципе, можно было не настраивать. Все. Все. Переходим в наш отчет. Сформировать. Вот видите, у нас появился... Ну, здесь название что-то не появилось. Где? Месяц. Месяц. Вот не появилось название, к сожалению. Ну, ладно. Вот этот план. Вот это факт. И, соответственно, что мы видим? У нас в плане есть данные. Он 20 миллионов. В факте есть наши 2 миллиона по выручке. Мы вытащили и план за этот месяц, и факт за этот месяц. Все. Мы можем сделать отклонение. Мы можем посчитать отклонение. Можем мы усложнить все это. Сделать и факт с начала квартала и с начала года. Да, можем. Давайте сделаем. Как это можно сделать? Ну, давайте с начала квартала сделаем. С начала года уже не будем делать, потому что, думаю, понятно, как это делается. Факт. Настройки ячейки. Как нам быстрее это сделать? Нам, в принципе, нужны все те же самые данные, только по фактическому сценарию. Давайте. Факт. Копировать. Вставить. Копировать. Вставить. Мы, в принципе, можем всю колонку выбрать, копировать и вставить, но просто я для наглядности это показываю немножко по-другому. То же самое. Фактический сценарий я сейчас, коллеги, сделаю по-быстрому, чтобы показать, как это работает. И потом посмотрим отклонения. Вот видите, много уже сделал, поэтому, то есть, где что делать, где что нажимать. А если ошибешься в какой-то форме, потом будет ошибка. У меня некоторые коллеги, которые тоже занимались бюджетированием, в какой-то момент не могли найти ошибку, которую сделали. А это очень сложно, когда взгляд замыливается и очень сложно вытащить какие-то данные. Сформировать. Вот у нас даже тут разные цифры. В марте и с начала квартала. Все. Вот у нас есть факт. План факт за месяц, план факт за квартал. То же самое можно сделать за год. То же самое факт можно вытащить вот здесь вот в конце. По сценариям. Но немножко не читаем, наверное, да? То есть, давайте, может быть, это как-то оформим и сделаем отклонение. Переходим в вид бюджета. И опять же, используем наши группы. Берем группу. И первое, что я хочу сделать, это отклонение между оптимистичным и пессимистичным. Так вот я беру. Оптимистичный и пессимистичный. А добавляю сюда еще группу. Вот здесь, кстати, сразу скажу, надо аккуратнее, потому что все значения по колонкам. Поэтому, если вы будете просто так дергать, все настройки могут слететь. То есть, ну, может быть, такая проблема. И мы пишем отклонение. И я хочу еще одно отклонение, допустим, процент. Посмотрим, все сохранилось. Данные сохранились. Да, данные сохранились. Видите, у нас уже изначально вроде была там одна колонка и пять строчек, а уже, вы видите, какая большая форма. Записать. И заметьте, вот в этих колонках по отклонению мы ничего не прописываем. В чем плюс использования вот этих групп и формул? Нам не нужно было, нам не нужно ничего делать. Они сами все считают. Видите? Оптимистичный, пессимистичный, абсолютное отклонение, относительное отклонение. И он все посчитал, что вот у нас отклонение в 5 миллионов здесь было. По прибыли у нас отклонение там на 250 процентов в минус. Да? То есть, отклонение на 4 миллиона 650 тысяч. Он сам посчитал, что здесь плюс, здесь минус. Все. Нам не нужно ничего придумывать, прописывать какие-то формулы. Он все сам сделал. То есть, если вам нужно сделать, прописать формулу именно какую-то плоскую, простую, то это лучше использовать группы. Вот. И, кстати, эту группу можно назвать отклонение по сценариям. Сценариям. Записать. Сформировать. Видите, отклонение по сценариям. Отдельный такой разделчик у нас. А теперь я хочу сделать отклонение вот по месяцам. Опять же, то же самое. Группа. Перетаскиваю группу сюда. Добавляю сюда месяц план факт. Добавляю сюда. Я даже не буду перетаскивать. Просто вот копирую, скопирую с другой группы эти отклонения. Записать. Посмотрим, слетело у нас что-нибудь. Нет, не слетело. Все хорошо. Давайте назовем ее отклонение отклонения от плана. Так вот. Отклонение от плана. Ну и сразу сделаем на квартал. Чтобы далеко не ходить. Квартал. Тоже. Перетаскиваем сюда план. Факт. Отклонение от плана. Вот здесь, кстати, назовем месяц. А здесь отклонение от плана. Квартал. Запись. Ну, предположим, что мы так и хотели. Что у нас план останется как есть. Кстати, отклонение я не вставил. Допустим, с начала года мы не хотим смотреть отклонения. Мы хотим смотреть только вот циферку. В общем. Вот видите, у нас появилось несколько разделов. Вот такой вот длинный бюджет у нас появился из тех данных, которые мы ввели, и факты. Что мы видим? У нас данные с начала года, которым мы тоже можем подставить факты, посмотреть отклонения. У нас отклонение с начала квартала. Мы формируем на март. Вот. Настройки мы поставили на март. Так же мы можем формировать на любой месяц. То есть, если я поставлю какой-нибудь там май. Вот. Май. Мы видим, что здесь... Ну, факта за май нет. Понятно, что сейчас март. Мы видим данные с начала года. Мы видим данные с начала квартала. Именно майского квартала. То есть, видите, 40 миллионов за два месяца данные. Ну, соответственно, если бы были разные цифры, то были бы разные цифры. Отклонения за месяц, который мы формируем. То есть, за конкретный месяц. То же самое можно настроить не только на месяц, но и на конкретную неделю или декаду. То есть, если мы сюда перейдем. Вот видите, период. Это периоды, по которым можно формировать. Хоть на день, хоть на неделю, хоть на декаду. То же самое можно было проделать не только с месяцем, но и с более мелкими периодами. Вот компания, про которую я рассказывал, она формировала такой отчет каждую неделю. И у них данные были вот на неделю. Потом данные с начала месяца, с начала квартала, с начала года. Вот. Было много цифр. Вот. Более того, у нас есть данные по сценариям. То есть, у нас сразу, нам не приходится в голове прикидывать, какое там отклонение между сценариями. Если бы у нас было три сценария. Допустим, там реалистичный, оптимистичный, пессимистичный. Ну, не реалистичный, а средневзвешенный, допустим. То мы увидели бы здесь какой-нибудь средневзвешенный. Но при этом, заметьте, мы сделали все так, что мы можем зайти в настройки и вот здесь вот изменить сценарий. Мы можем отчет сформировать на другой сценарий. Допустим, пессимистичный. Давайте сформируем. Да, сформировался. Вот. Видите, мы сразу видим. Данные изменились. То есть, нам... А если бы мы вставили в колонки сценарий, то мы бы уже не смогли это формировать. Именно по сценариям. Вот это решение зависит уже от конкретного заказчика, от конкретных требований к форуме. Ну, вот здесь я сделал так, что можно делать. Теперь вернемся к нашему марту. Сформировать. Плоская таблица. С начала года. Отклонение. План квартал. Месяц. Сценарий. В принципе, да. Она достаточно читаемая. Ее можно выгрузить в Excel. Здесь есть кнопочка «Сохранить результат отчета». Можно выгрузить в любом формате. Это будет как-то выглядеть в Excel. Это выгрузится просто плоской таблицей. И можно поработать с этими данными, если вам нужно поработать с этими данными. А давайте мы еще посмотрим, что вообще еще можно сделать с этими таблицами. Во-первых, таблица может быть названием «Вводить в отчет заголовок». Допустим, BDR. Факторный анализ. Ну, это не полноценный факторный анализ, конечно. Но давайте посмотрим просто как это выглядит. Видите, здесь нет никакого ни заголовка, ничего. То есть, когда будет выгружаться таблица, заголовка не будет. Это будет просто плоская таблица. Заголовок не всегда нужен. Но если есть такая необходимость, в названии можно просто многое что указать. Либо в названии, либо еще в каких-то данных. Вот если мы нажмем «Вводить в заголовки группировку», «Группировки», «Записать», «Сформировать», «Видите, отчет большой стал», поэтому уже сильно много заполняется. Видите, ничего не вывел, потому что я здесь ничего не заполнил. Но, в принципе, можно вывести какую-то дополнительную информацию. Так, дальше. Что еще можно сделать? Не совсем читабельный, на мой взгляд, отчет. Ну, то есть, он читабельный для того человека, который все время работает с DNS с отчетами. Но, в принципе, можно сделать что-то еще. Давайте перейдем. Настроить ячейки. Настроить ячейки. Что мы можем сделать? Мы можем сделать вот так вот. Выделить вот эти ячейки. Допустим, с начала года. Нажать «Оформление выделенных». Вот здесь сверху «Оформить выделенные ячейки». Оформить выделенные ячейки. Никаких условий не ставлю. Вот цвет фона хочу изменить. Цвет фона. Здесь вот не очень удобно, кстати. Да, не очень удобно, но ладно. Вот, стиль фона. Я хочу сделать его нейтральным. Вот, желтым хочу сделать. Завершить, завершить, записать. Сформировать. Видите, он выделяется желтым. Ну, правда, только то же, где настрой, где мы выделили, там и выделяется желтым. Вот, то же самое можно сделать с остальными ячейками. То есть, можно разукрасить их как угодно. Опять же, мы разукрашиваем прям все. То есть, нажимаем «Оформить выделенные». Нажимаем, что вот, допустим, за квартал я хочу синеньким. Наверное, не очень красиво сейчас синеньким будет. За месяц я хочу каким-нибудь там... Вот, не знаю, что это за цвет. Какой-то розово-фиолетовый такой. Вот, и отклонения по сценариям я хочу тоже каким-нибудь еще цветом. Каким-то желтым. Завершить, завершить, записать, сформировать. Где это вообще применимо? То есть, цвета это, да, конечно, хорошо будет разноценный факторный анализ. Вот, когда много цифр, много разделов, да, это имеет место быть. Видите, он разукрасился в разные цвета. Не обязательно было так разукрашивать. Можно было и по-другому. Где это, в принципе, еще применимо, вот это вот оформление? Не всегда цифры... Давайте я уберу. Давайте я уберу. Вот, кстати, если нужно что-то скорректировать, вот вы скорректировали, показать элемент оформления. Видите, у меня четыре штуки элемента оформления. Я все это убираю. Delete нажимаю. Завершить редактирование. Записать. Сформировать. Можно, кстати, настроить, чтобы отрицательное было красным. То же самое. Вот, видите, отрицательное. Можно настроить, чтобы отрицательное было красным. Так, это, во-первых. Во-вторых, не всегда ячейки в нужных местах показывают какие-то цифры. Допустим, если у вас будет какая-то цифра чистая прибыль нарастающим итогом по нескольким месяцам, то понятно, что если у вас есть нарастающий итог и в конце еще колонка суммы, сумма по строке нарастающий итог, это неправильно. То есть она не должна отображаться. Можно сделать так, чтобы эти данные не отображались. Что еще? Вот, ну и в принципе, давайте посмотрим, может быть. Ну, в принципе, я рассказал все, что можно было рассказать. Давайте вот производные показатели еще посмотрим на всякий случай. Может, я что-то забыл. Да, еще раз. Производный показатель можно сделать по ячейкам, можно сделать по статьям. Можно вывести данные показателей. Бюджетов мы сегодня не разбирали, но их можно вывести. Вот здесь формула, опять же, если вы используете какой-то процент, у вас есть экселевская форма с процентом, допустим, и вы хотите, ну, допустим, это какой-то, ну, не знаю, темп прироста, показатель прироста или показатель роста, вы не хотите вводить непосредственно цифру. Вообще это неправильно. То есть цифру лучше не вводить, потому что она может обновляться. Когда вам нужно будет сделать на новый период, то вам нужно будет делать либо новую форму, либо корректировать формулу в текущей форме. Это неправильно. Правильно будет умножить на какой-то показатель. Где у нас там был показатель? А, в налоге на прибыль, по-моему. Да? Да. Вот. Вот мы умножили тут на 0.07. Мы можем выбрать не финансовый показатель. Какая-нибудь там... Вот, кстати, ставка налога на прибыль. Вот. Мы могли просто перетащить сюда эту ставку налога на прибыль, а параллельно в системе параллельно корректировать эту ставку налога на прибыль по периодам. Вот это было бы правильно. И тогда вот эта формула будет тянуться не к какой-то конкретной цифре, которую вы сюда пропишите, а именно вот к этому нефинансовому показателю, который вы будете корректировать. Вот это правильный подход. Так, коллеги, я рассказал все, что хотел. Мы посмотрели отклонение, план-факт, отклонение между сценариями и много-много разных периодов. С начала квартала, с начала года. Поэтому теперь, наверное, ваши вопросы. Перейдем к вашим вопросам. Коллеги, вопросов нет. Наверное, все хорошо заказал. Поэтому спасибо большое за внимание. А, нет, вопрос появился. Можно ли планировать данные в разных валютах? Да, можно. Да, можно. Валюта. Смотрите, во-первых, в статьях, сейчас перейду к статьям, ну, допустим, выручка, есть учет по валюте. Здесь можно указывать, давайте вот так нажму, решить. Валюта, можно определять валюту какой-то аналитикой, либо валюта указывается в виде бюджета. Если она указывается в виде бюджета, ну, конкретно здесь она не указывается. Вот вид бюджета, если мы откроем какой-нибудь операционный. Так, секунду, коллеги. Не в виде бюджета, а в... Вот, сейчас покажу. Да, да. Вот, у нас есть сценарий бюджетирования, и здесь указывается в том числе валюта. Здесь устанавливаются валюты, и в рамках нее можно планировать. Соответственно, можно планировать в другой валюте. Если вы собираете факт, управленческий учет в системе можно ввести не только в рублях, но и в другой валюте. Поэтому факт можно собирать тоже в другой валюте. В валюте управленческого учета. Есть там определенная настройка. Поэтому можно ли ввести? Да, можно. Можно ли получить запись вебинара? Да, запись вебинара будет на нашем канале на YouTube. Спасибо за благодарность, коллеги. Тогда все. Большое спасибо за внимание. Приходите к нам, мы вам все настроим. Удачного вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова